Здравствуйте! В прямом эфире студия Репортера. Я проведу я, Константин Гречаны. Сегодня мы будем подводить итоги вчерашней сессии Одесского городского совета. Было принято ряд важных решений. В частности, депутаты разрешили мэрии взять 1 миллиард гривен кредита у государственного Укргазбанка. Кредитная ставка 17,5% годовых. Оппозиция выступала категорически против таких действий. Тем не менее, все-таки большинство утвердило данный проект решения. Также был принят еще ряд резонансных решений. И об этом мы сегодня поговорим, конечно же, с депутатами Одесского городского совета. Александр Орлов, добрый вечер. Добрый вечер. Фракция «Оппозиционный блок». Ольга Квасницкая, «Самопомощь». Здравствуйте. Также к нам по ходу эфира обещал присоединиться Олег Этнорович от промэрской фракции «Доверяй делам». На данный момент он сообщил, что застрял в пробке и будет по ходу эфира к нам присоединиться. Если у вас есть вопросы к нашим гостям, звоните по телефону прямого эфира 34 92 58. Также мы предлагаем вам принять участие в нашем интерактиве. Успеет ли город освоить кредит? До конца года осталось совсем немного. Менее трех месяцев. Один миллиард гривен, который пойдет на ремонт фасадов, дорог, лифтового хозяйства и на многое другое. Успеет ли в сезон обильных осадков и холодов коммунальщики сделать все работы, которые предусмотрены, под которые берется этот один миллиард? Собственно, если вы считаете, что успеют, то звоните по номеру 784 80 81. Если считаете, что не успеют, по номеру 784 80 82. Уважаемые гости, этот же вопрос к вам. Александр, успеет ли освоить кредит и нужен ли он был в конце года? Я сомневаюсь, что успеют. Поэтому я выступал на сессии с предложением о том, чтобы по строительной части брать не кредит, а кредитную линию. Если так, нам уж надо. В самих кредитах нет ничего плохого. В принципе, город может заниматься такими вещами, когда надо произвести большой объем работы за короткое время. Допустим, инфраструктурные проекты. Построить дорогу или какую-то развязку, или тоннель, или мост, или так далее. Но там же не предусмотрены крупные инфраструктуры. В том-то и дело, что настораживает в том, я выступал на сессии, на совещании у городского головы. Это меня особенно настораживает строительная часть. Если, допустим, по теплоснабжению, они освоят. Это стоимость материала в основном, поэтому до конца года там вопросов нет. Лифты, я думаю, тоже будут освоения до конца года, возможно это сделать. А вот по строительной части, я не думаю, особенно по фасадам, особенно по школам, детским садикам. До конца года вряд ли будет освоение, потому что уже ничего. Тем более, как озвучено было, два детских сада, в которых нет ни проектно-сметной документации, ничего. По школе на Голларово тоже мы сегодня должны были замгородского головы выезжать. Но отложили немножко на более поздний период. На поселке Котовская школа, которая планировалась, она, будем так говорить, вообще с нуля. Там нет, я так понимаю, полной сметной документации. Поэтому это большой вопрос. Скорее всего, остатки будут опять размещать на депозите, в том же Укргазбанке. Но, в общем, получится не совсем красивая картина. У нас, насколько я знаю, почти 600 миллионов гривен уже лежит на депозитах, в двух банках. И понимаете, тут вот вопрос, я на сессии выступил и сказал, что со стороны чиновников некоторых, это определенного рода такая вот, то ли недобросовестное выполнение служебных обязанностей. Вот поймите, с момента первого совещания решили брать кредит, как вот начальник департамента финансов, где-то начали готовить документы с мая-июня месяца. То есть у меня вопрос, значит, с мая-июня предполагали, что бюджет развития не будет выполнен. Потому что вот эти объекты, это объекты бюджета развития, это раз. Второе, если вы готовили документы, то соответствующие службы, управления должны были уже на момент взятия кредита обладать полным пониманием, на какие объекты его тратят. У нас буквально, когда бюджетная комиссия позавчера заседала, когда изменила несколько объектов совершенно других. То есть у меня вопрос, а как заказчики, которые собирались принимать эти деньги, предлагали городскому голове и руководству города, эти объекты, то есть они же с потолка это все делали. То есть вопрос недобросовестности некоторых чиновников, служб, которые просто халатно подошли к этому. И я считаю, что должно быть в этом плане очень серьезное разбирательство. Из-за этого, еще раз повторюсь, мы буквально с колес, строительная часть поменялась больше, чем на 50%. Я даже, честно говоря, получил документы, я даже не успел посмотреть, какие новые объекты бюджетная комиссия быстро, накануне рассмотрела и так далее. Я, видя такую скорость и зная квалификацию некоторых членов бюджетной комиссии, я понимаю, что они даже и не смотрели. Чисто механически тоже утвердили и все. Вот это вызывает очень большие сомнения. Ольга, ваше мнение, да, успеют или нет? И куда вот те средства, если не успеют, куда они пойдут? То есть размещение на депозитах опять мы тут же, вот просто на ровном месте теряем, да, разницу, потому что вот есть разница между ставкой кредита и депозита, да? По поводу успеют ли, я также соглашусь, что не успеют с коллегой, потому что если мы говорим о том, что нам нужно спасать дом Русова и мы берем кредит на спасение дома Русова в 60 миллионов, не имея ни сметы, а мы знаем, что реконструкция памятников архитектуры происходит очень по сложному пути, она идет, она не так, как обычные проекты и строительство обычные. Здесь особенность, и это особенность и в технической документации, и в согласованиях, и в выполнении этих работ. И учитывая, что на сегодняшний день мы с вами не получили публично, я хочу сказать, не получили ни одного решения суда, вступившего в законную силу, мы не увидели о том, какие квартиры в судебном порядке погашены как несуществующие, какие квартиры там есть для того, чтобы заняться выкупом этих квартир у нерадивых собственников и реализовать статью 21 закон об охране культурного наследия. И, понимаете, брать кредит под спасение дома Русова, ну, я считаю, что здесь тоже нужно было очень хорошо подумать. Кроме того, социальные объекты, на которые, социальные проекты, на которые берется кредит, как бы, да, действительно, есть часть садов, школ, это очень хорошо, нам рассказывают, что это нужно, и мы также это понимаем, потому что мы видим статистику и понимаем, что социальная инфраструктура в городе не развивается. Но возникает другой вопрос, действительно, сметы. Мы видим эти сметы. По маршала Говора до сих пор непонятно, это смета, мы не понимаем. Она каждый раз увеличивается, суммы каждый раз возрастают. И, таким образом, эффективность использования также под вопросом. И, опять же, приоритетность, потому что в этих проектах мы увидели ремонт тротуаров на Решелевской, на Ланжероновской. Возникают вопросы, это так необходимо, там так некомфортно Одесситам, там все так разбито, что нужно брать кредит под эти объекты. То есть возникает много вопросов у нас, почему мы, в общем-то, также глава фракции самопомощи выступала и также пыталась понять, донести нашу позицию, что все-таки давайте говорить о приоритетности и об захвате по населению большей части, где действительно эти социальные проекты нужны. И вопрос эффективности проведения этих работ, да, вот то, что я говорил в начале эфира, у нас не сегодня, завтра начнется сезон дождей, потом холода, да, снег пойдет, то есть, ну, понятно, во-первых, люди будут работать в нечеловеческих условиях, во-вторых, вопрос качества выполнения этих работ. Я с вами согласна, мы заходим в зиму, и работы в зимний период имеют очень много, естественно, и в временных рамах, потому что это будет все-таки приостановленная часть работ, ну, и, конечно же, качество. Здесь согласна с вами полностью, это нужно думать, планировать правильно. Другое дело, что, да, действительно, каждая семья, а мы как семья, наша Одесса, нам нуждается в денежных средствах, мы хотим улучшать нашу жизнь, возможно, и нужно кредиты брать, но нужно для начала правильно и эффективно управлять хозяйственными процессами в городе и правильно планировать. Это в городе отсутствует на сегодняшний день. Мы не применяем альтернативные формы финансирования, мы не рассматриваем законы о государственном частном партнерстве, который предусматривает и концессию, и инвестирование, которое бы, все-таки, с одной стороны, позволяло бы сохранить коммунальную собственность, то коммунальное имущество, которое бы принадлежало территориальной громаде, ну, и которое бы работало на территориальную громаду. Но и вот в этом у нас сейчас очень большая проблема, я считаю. Александр, также были выделены очередные средства ТГО, теплоснабжению города Одессы, предприятия уже, который год в долгах, который год на грани банкротства. Насколько вот оправданы каждый год, вот миллионы и миллионы гривен уходят, и граждане вот не понимают, на что эти деньги идут. Им говорят, что иначе в квартирах зимой будет холодно. Ну, согласитесь, это не то объяснение, которое они хотят услышать. Нет, ну почему? Есть объяснение. Дело в том, что действительно ТГО находится в очень плачевом состоянии, состояние его хозяйства, тех сетей, которые проходят, особенно в центральной части города, вызывают очень большие вопросы. Другой, хотел сказать другой вопрос, ну, как бы масло-масляное, да, значит, тавтология. Есть понятие, вот, закончилась зима. В апреле месяце, в начале апреля месяца, мы на нашей комиссии по ЖКХ рассмотрели вопрос о выделении теплоснабжению города 600 миллионов гривен на подготовку к зиме следующей. Ну, все согласились, как бы, у ТГО были свои расчеты на это, подтвержденные проектной документацией и так далее. Подали на бюджетную комиссию. Нам сказали, денег нет, ничего, но сейчас к концу года вдруг деньги нашлись и в успешном порядке начали делать. Для чего? Мы об этой ситуации знали, и мои коллеги, мы приняли такое решение, рекомендовали городскому совету выделить деньги, значит, и провести эти работы спокойно в летний период. Другой вопрос, как одесситы должны чувствовать, вот, ну, не секрет, что ТГО имеет очень большие потери. Я не хочу сейчас озвучивать там разные цифры, когда-то вот только на горячем водоснабжении от 40 до 60 тонн в день вода уходила в землю. ТГО примерно такие же цифры и так далее. Сейчас я не буду говорить, но цифры большие. Естественно, эти потери оплачивают не ТГО, а одесситы. Так вот, мы должны понимать, что если у нас будет принята нормальная программа, что если мы за 2-3 года поменяем трубы, создадим теплопункт, ну, эффективно подойдем к вопросу теплоснажения, то через 2-3 года одесситы будут платить за тепло меньше. Вот это подход. Понимаете, да? А есть гарантия, что ТГО не будет приватизировано после того, как мы поменяли? Нет, гарантии такой нет. Гарантии такой нет. Это все может произойти. Но опять же, для того, чтобы его приватизировать, вот, все равно, кому будет принадлежать ТГО, там, лучше городу. Я лично только за то, чтобы это осталось в муниципальной собственности. Но ТГО без ТЭЦ, без нормальной генерирующей организации, оно все равно ничего. Это чисто, понимаете, трубы, вот так, грубо говоря. То есть это просто трубы, закопанные в земле. То есть без решения проблемы ТЭЦ и вообще теплоснабжения, может, нам надо отойти от теплоцентрали, может, надо разбить на кварталы, делать мини-котельные и так далее. То есть надо принимать решение. Но если мы, вот вы говорите, нужно на мини-кварталы и теплокотельные строить, то, наверное, тогда опять же становится актуальный вопрос постоянной вот этой вот на сотни миллионов гривен помощи ТГО, правильно? Нет, ну почему? Если мы проводим реконструкцию, которая там в течение 5 лет мы будем иметь экономический эффект, Ну вот как мы много обсуждали вопрос про двуставочный тариф, ну чтобы не платить большие колоссальные деньги в зимний период, то есть разбивается это все на год. Сейчас мы платим одноставочный и так далее. Очень спорный вопрос тогда по субсидиям у нас становится. Ну субсидиям тоже становится. Но опять же тогда надо разрабатывать программу, опять же, эффективности теплоснабжения, где реальная цена будет снижаться. У нас же, знаете, цепляется одно за другое. Я вот говорил, мы же еще и вопрос такой не берем, как цена газа. У нас же еще влияет. Мы можем перейти к цене газа, которую мы сейчас будем закупать у такой, значит, одной из лидеров газодобывающей отрасли в мире, как Польша. Вот вы знаете, что уже Нафтогаз заключил контракты на покупку газа у поляков. Ну это уголь из Пенсильвании, который большое подозрение есть, как из Донецка, значит, и так далее. Понимаете, тот же российский газ или СПГ с Америки. Вот мы будем сейчас, понимаете, да? То есть много вопросов, которые... ТГУ это не... Это один из маленьких, ну не маленьких, а один из элементов, которые, значит, необходимо решать. И просто поменять трубы, ну это путь, опять же, в никуда. Мы решаем локальную какую-то задачу. Об этом, наверное, и речь, чтобы была полностью концепция развития теплоснабжения города, а потом уже отдавать помощь. Вы согласны, Ольга? Я полностью с этим согласна, и мы об этом все время говорим на всех наших встречах и согласительных советах в том числе. Вы понимаете, что вот этот фрагментальный подход, который присутствует во всех сферах, куда бы мы ни зашли, он направлен не на решение вопроса, а на временное какое-то закрытие проблемы для того, чтобы одесситы подумали, что ну вот, что-то же делается, вам помогают, вас спасают, вот вам же делают. А одесситам сейчас не нужен этот кредит, нам не нужно платить проценты, мы не хотим этого. И большинство это говорит. Ну, говорит, сидя на кухне, конечно же, мы говорим в зале сессионном, донося эту позицию одесситов. Они этого не хотят. Они хотят, чтобы город стал хозяином в своем городе, ну, мэрия, исполнительный комитет, выполняли свои функции профессиональные и качественные. Для этого они должны, конечно же, разрабатывать и заниматься разработкой целевых программ качественно, а не так, как у нас они, в общем-то, существуют фрагментально где-то. Вот давайте фасады будем в центральной части города, под ЮНЕСКО, там, приводить в порядок, а в комплексе сказать о том, что нам нужно взять программу и разработать программу сохранения культурного наследия и исторических ареалов, которых у нас два, у нас валятся все эти дома уже, нет этого подхода. Программу, которую по ТЭЦ разработать также надо в комплексе, и тут самое главное не просто прописать, что нам нужно делать, а прописать сроки, сметы ответственных лиц. И когда это все будет, и люди, и одесситы будут видеть, что да, действительно, у нас есть комплексная программа, мы решаем это, мы знаем, что какие у нас, то есть мы планируем решение этих проблем, а не так, как у нас вот деньги были, а потом вдруг нам сказали, а денег уже нет, нужно взять кредит, и перед фактом нас всех поставили. И то, что мы голосовали против, не спасло ситуацию, потому что и большинство в мэрии за то, чтобы брать кредит, потому что есть даже конфликт интересов, видите, заявлен по данному вопросу. Вообще интересно, да, это тоже интересная вещь, я как бы обращу внимание, на следующую сессию, наверное, подготовим какой-то проект решения по этому, это вообще нонсенс, конфликт интересов в бюджете. Я когда это услышала, вы знаете... Я тоже, я, честно говоря, первый раз вообще такое слышу. Но я понимаю конфликт интересов, когда человек, депутат городского совета, отводит себе там участок, ну, его частный дом, что-то еще. А конфликт интересов в бюджете, это очень интересно, понимаете. Тут, да, надо как-то разобраться, а в чем же там конфликт. Я так понимаю, но мы сейчас, я так думаю, что напишем на регламентную комиссию нашу о том же, очень интересно, почему это происходит, конфликт интересов. Что пояснительную записку какую-то дали, да, что, ну, собственно, действительно, как он может быть. Нет, ну... Отчитаться должны перед вами, перед нами, перед одесситами, должны отчитаться, какой может быть конфликт интересов, когда мы говорим о бюджетных деньгах. Ну, конечно, я понимаю, о чем вы говорите. Давайте поговорим немножко о сфере строительства. Детальный план территории Натаирова, да, в районе проспекта Небесной Сотни, на территории, вот, авторынка Успех, появится целый огромный микрорайон. Ольга, я знаю, ваша фракция голосовала против, да. Объясните, почему? Ну, в данном случае мы опять говорим не о грамотном планировании, о сиюминутном желании застройщика реализовать свою идею, идею, которая, в общем-то, опять же, не настроена, и не то, что не настроена, она, в общем-то, против интересов одесситов, потому что здесь нужно заработать. Вот задача, понимаете, наших застройщиков заключается в том, что они просто хотят заработать. И мне интересует то, что нужно городу, что город нужно развивать не путем масштабной жилой застройки, которая, в общем-то, нас убивает, и город не должен быть сейчас застроен только жильем, потому что это должны развиваться и социальные объекты, нам не хватает красивых спортивных залов, нам детям, нашим детям негде танцевать, у нас очень много бальных клубов, прекрасного танцевального зала для бальников не существует вообще. У нас объекты уходят в коммерцию, я имею в виду, какие объекты? Общественные зоны, которые предоставлены для общего пользования, они, в общем-то, забираются. Тут и мы говорим и о набережных и так далее. И вот этот район, о котором сейчас идет речь, ведь мы знаем, сколько там сейчас субъектов хозяйственной деятельности содержится и свой бизнес. Они кормят свои семьи, они пытаются выжить в этих сложенных экономических условиях. Ольга, я вас прерыву, у нас есть телефонный звонок, и это очень важный вопрос, мы обязательно продолжим потом. Да, добрый вечер, вы в эфире. Я хотела бы сказать, не надо заниматься демагогией, болтовной, надо работать. Вы там, депутаты, сидите, работаете, есть от каждого, и экономисты есть. И кто угодно есть специалисты, так работайте, чтобы освоить эту сумму. Потому что я езжу по городу, я вижу каждый день, я вижу, что действительно идет огромная работа, что-то делается. Но еще много надо сделать. Вот только что говорила автор, что рассказывает, что у нас не так. Так вы же там сидите, зачем? Так не допускайте, чтобы было не так, и чтобы эта жилая застройка не застраивала. Вы понимаете? А действительно все возмущения. Я впервые попала и дозвонилась, потому что сколько я слушаю Ньюс Ван, потом Эхо Украины, я никогда туда дозвониться не могу. Я не смогу, не могу с ними поговорить. Наконец я в Одессе дозвонила. Но видите, у нас проще немножко с этим, если связь не подводится. Большое спасибо за ваш звонок. Были в основном эмоции, да, были в основном эмоции, конечно, вот у женщины звонившей, да. Есть желание ответить? Нет, ну давайте я отвечу. Да, конечно, мы разделяем эмоции, которые телезрительница высказала. Но нас 64 человека. Мы представляем с моей коллегой меньшинство, там нас 7 или 8 из 64. Мы как можем, выступаем, не голосуем, выступаем, в том числе здесь, в средствах массовой информации, добиваясь точки зрения одесситов. Почему? Потому что, ну, иначе мы и не можем больше ничего, там, пишем запросы, еще как-то так далее. Я не хочу там возвращаться к старой теме, что были выборы, люди голосовали, и... Ну, это политический вопрос, и понятно, что у вас определенные полномочия голосования, и большинство, да, что вы просто не всегда можете повлиять. Причем, если там следить за... Ну, пытаемся не просто критиковать, вот я, допустим, такая оппозиция, всегда пытаюсь что-то предложить, как сделать взамен или пойти по какому пути. Кстати, по вот этому детальному плану территории. Ну, интересная вещь. Интересная вещь. Во-первых, когда мы принимали зонинг, нас уверяли, что в зонинге учтены все вещи. Это, кстати, только разрешение на разработку. Сейчас, ну, можно я... Да, я прошу прощения. Понимаете, я же как бы когда-то был соучастником этих всех вещей, да? Когда идет разрешение, уже ясна картина, куда, что, что будут разрабатывать, понимаете, да? Просто так разрешение не дадут. Ну, во всяком случае, я так поступал. Ну, что не надо давать разрешение, мы потом посмотрим. Ну, это подход, если такой подход есть, он, значит, глупый подход, понимаете, да? И безответственный. Значит, когда-то я возглавлял коммунальное предприятие, городское капитальное строительство. Оно было создано специально для таких вещей. То есть в чем был смысл этого коммунального предприятия? На него отводилась земля. И городское капитальное строительство должно было за счет привлеченных средств, как вне бюджетных, так и бюджетных, построить сети, разработать градостроительную документацию на участок и продавать это как инвестпроект. Понимаете, да? То есть мы бы имели уже продукт. То есть это за деньги города была бы разработана градостроительная документация, и мы бы показывали инвестору, вот мы хотим это, это, это. Вот здесь мы хотим школу, вот здесь детские. Хочешь здесь строить? Пожалуйста. Нагрузку. Ну, понимаете, да? Процесс как бы... Социальная инфраструктура вся, транспорт. Конечно, да. То есть это, в принципе, это не новый подход. Это ничего мы не выдумали когда-то там. Это не новаторский. Он такой подход. Вот я был в нашем городе по-братиме Воллу. Это такое похожее предприятие. Существует уже там 50 лет в мэрии Воллу. Это европейский подход, куда мы там стремимся и так далее. Вот если бы пойти по нему, вот оно бы и принесло пользу. Да, Ольга, я вас прервал тогда. Вот ваше отношение к этому детальному плану территории, особенно в контексте, я бы вот хотел один акцент сделать, что когда были судебные тяжбы за успех, тогда вот как раз акцентировалось, что по генплану это территория жилой застройки, но тогда я помню, что представители мэрии говорили, что нет, все будете торговать. Вот здесь я бы хотела тогда начать с зонинга. Нас всех обманули и проманипулировали даже теми достижениями, которые мы сделали. И здесь как раз я могу и ответить на телефонный звонок и зрительница. Мы работаем каждый день, работаем тяжело и трудимся, и стараемся, потому что мы любим свой город и хотим, чтобы он развивался. Я зашла в депутатский корпус, ну, может быть, 8 месяцев, 7 месяцев назад. До этого я была общественным деятелем и вошла в комиссию, в консультативный совет по планированию, который принимали, вот рассматривали вопросы зонинга, и мы рекомендовали, что нужно изменить. И вы знаете, не было много побед, но, тем не менее, некоторые победы произошли, и мы так все обрадовались, но при этом власть все равно сделала по-своему и проманипулировала теми договоренностями, теми успехами, которые мы, в общем-то, с архитекторами, с теми членами этого консультативного совета проголосовали и достигли. Это по французскому бульвару, это застройка, высотность застройки была ограничена до 15 метров. Тем не менее, что мы увидели по итогам? На голосование вышла пояснительная записка, где было написано 15 метров только в пределах красных линий. Это что значит? Это что значит застройка по всему периметру, до моря, до города, за могла быть и выше, и на сегодняшний день она есть и выше. Это о том, что мы не делаем. Мы делаем, мы стараемся, но мы делаем планово, и мы пытаемся изменить не только вот здесь нельзя строить, где-то там, да, мы хотим это в комплексе показать, что должны быть нормы, должны быть правила, и их нужно соблюдать всем, и один закон должен быть для всех. Так вот, зонинком нас уже обманули. Власть проманипулировала и использовала вот эту работу с общественными активистами, с архитекторами города, использовала и направила, опять же, неправильное русло, и доверие уже подорвано. Сейчас, уже будучи депутатом, я делаю так же все, что в моих силах. Но я вам хочу сказать, что у нас очень часто мы сталкиваемся с тем, что у нас футбол происходит, исполнительный комитет делает отписки, не реагируя ни на что. И на сегодняшний день мы видим переулки Каркашадзе сад. Я 7 месяцев пишу, я 7 месяцев прошу, давайте начнем что-то делать. Нам что сказали? Возьмите 300 тысяч на проектирование данного сада. Где проект? Проекта нет. Где альтернативные? Хорошо, в бюджете нет денег. Давайте альтернативную форму финансирования. Найдем инвестора. Только не частному инвестору отдадим в руки, а через, опять же, государственное частное партнерство. Законодательство существует, все прописано. Почему не делают? Потому что, значит, опять же, есть какие-то планы, о которых мы не знаем. Точно так же теперь с ДПТ, которое решение на разработку. Сколько субъектов хозяйства на этом рынке успех потеряет? Они должны сейчас выборивать свои права и защищать свои интересы на возможность работать и трудиться в этом городе. Мы не понимаем, какие там объекты будут. А уже, в общем-то, инвестор и заказчик вот этого действия, он себе уже все знает. Он знает, что он там себе будет строить. Зато мы этого не знаем. И будут ли там школы и сады, или будет ли там транспортная инфраструктура развита, учитывая этот масштаб, мы так же не знаем. Это все должно обсуждаться, но обсуждаться уже потом, по факту. Я попрошу режиссера студии сказать результаты нашего интерактива. Я напомню, мы у наших телезрителей спрашивали, успеет ли город освоить кредит 1 миллиард гривен, который нужно освоить до конца финансового года, собственно, как и календарного. Да, 35%. 65% считает, что не успеет. К сожалению, у нас в студии сегодня не прозвучало мнение представителей власти, ну, разве что их сторонников, если считать телефонный звонок. Давайте по 30 секунд результаты интерактива. Александр. Ну, я хочу сказать о том, что само понятие взятия кредита или там финансовых заимствований, у них нет ничего плохого. Это общемировая практика, и вопрос, на что берем, понимаете, и на что мы тратим деньги. Это эффективность траты денег. Вот наш бюджет вырос почти, он сейчас там 9 миллиардов, даже до 10 будет доходить. И, скорее всего, что наши службы не готовы были к таким большим деньгам, потому что отсутствует денег плохо, а их переизбыток — это еще хуже. Поэтому, значит, скорее всего, нам надо перестраивать, исполнительные власти надо перестраивать структуру и подход к, под эти уже, будем так говорить, большие деньги, которые появились в городе. Тратить их более эффективно и планировать, наверное, возвращаясь к планированию этой программы социально-экономического развития, отделываться в ней не общими фразами, а конкретными объектами. И, наверное, вспомнить такую вещь, как программно-ресурсное обеспечение. То есть, каждая программа, под каждую программу не общие цифры должны быть, а именно конкретный ресурс. Каждая программа, каждое управление должно знать, сколько на год им выделяется средств. И под эту программу, каждую, они должны потом выполнить и отчитаться. А не в ручном режиме должен управляться этот процесс. Ольга. Бюджетная децентрализация позволила городу достигать максимальных усилий для того, чтобы реализовывать первоочередные задачи для города. Другое дело, что отсутствие грамотного планирования, правильной градостроительной политики в городе является следствием того, что нам в сегодняшний день вечно не хватает денег. Эффективное использование, приоритетные задачи. Вот это в основе должно быть планирование деятельности исполнительного комитета. И программы, я согласна полностью, мы должны иметь четкие программы, отойти от деклараций, потому что стратегия развития города 2022, она больше декларативна, к сожалению. И программы в силу этого теряют тоже свой смысл, потому что они имеют в общем-то такую декларацию о нет четких позиций, четких сроков, четких смет. И все это в общем-то превращается в то, что мы с вами не имеем достаточной информации, она не является открытой, доступной, публичной. Я вас благодарю за интересный эфир. Конечно, очень жаль, что в студии прозвучало мнение только оппозиционных фракций. Хотелось бы пообщаться, конечно, и с представителями власти, провластной фракции. Ну, будем надеяться, что действительно не позволили обстоятельства Олегу Итнаровичу к нам прийти. Спасибо еще раз. Спасибо вам. Спасибо. Я напомню, что мы сегодня общались с Александром Орловым, депутатом Одесского городского совета оппозиционный блок и Ольгой Квасницкой, также депутатом Одесского городского совета фракция «Самопомощь». Говорили об итогах вчерашней сессии горсовета. Студию провел Константин Гречаный. Мы работали в прямом эфире.